Елена – переселенка с востока Украины. В Луганске девушка работала в лицее, преподавала украинский язык и литературу. Когда начались обстрелы, сразу собрала вещи и приехала к родственникам Запорожья. Елена Гребенковская, Атольская Луганская, Норв도 Первым делом Елена обратилась в службу МЧС. Там девушки выдали справку и зарегистрировали в едином государственном реестре переселенцев. Когда Елена уладила все проблемы с документами, обратилась в центр занятости. Но те специальности, которые предложили девушке, ей не подошли. В центре занятости, зазвичай, там вакансии на такие, більш рабочие специальности, типу слюсаря и так далее. За моим филологическим профилом, там у них вакансий на их базе реально нет. Я рассылала резюме в разные организации, в разные установки. Все говорят, ну все прекрасно, но, на жаль, на жаль, нет. Не потому, что я там не подходю, а потому, что, на жаль, нет вольных мест. На сегодня в центр занятости Запорожской области обратилось более трех тысяч переселенцев. Из них только 295 получили работу. В основном переселенцам предлагают работать продавцами, медсестрами, подсобными рабочими или же слесарями. Сейчас ситуация на рынке труда Запорожья сложная. В Департаменте социальной защиты населения объясняют. Это отражение экономической ситуации, которая сложилась в нашей стране. По данным службы занятости, на сегодняшний день к ним обратилось порядка 3 тысячи 288 человек. То есть это те люди, которые реально пришли в поисках работы. Однако квалификационный состав этих людей говорит о том, что это достаточно квалифицированные люди. Это менеджеры, это руководители тех же мелких предприятий, это бухгалтера. Это очень квалифицированные люди. В Департаменте социальной защиты пытаются найти дополнительные рабочие места для переселенцев из Донбасса. С этим помогает Организация Объединенных Наций. Пока мы передали те возможности наших работодателей, которые уже изъявили желание взять этих людей, но у них нет финансовой возможности, если будут какие-то вливания, в том числе и проекта развития Организации Объединенных Наций, они с удовольствием возьмут этих людей. Сейчас Елена все еще без работы, но на месте не сидит. Девушка преподает на бесплатных курсах украинского языка. В Луганске у Елены уцелел дом, но возвращаться туда девушка не спешит. Говорит, это уже не тот Луганск.